С начала года в краевой столице может подорожать проезд в общественном транспорте, пишет московский комсомолец Барнаул. Предположительно, цена услуги вырастет от 3 до 5 рублей. Стоимость билета в автобусе большой вместимости составит 23 рубля, в трамвае и троллейбусе 21, в маршрутном такси 25. Подорожание проезда, скорее всего, стоит ожидать после новогодних праздников. Глава латайской полиции взял на контроль инцидент с избиением подростка битой, сообщает со ссылкой на Барнаул-22 информагентство Толк. Минувшие выходные 17-летний подросток из Барнаула стал жертвой нападения неизвестных, которые нанесли ему несколько ударов битой по голове. С полученным сотрясением головного мозга молодого человека госпитализировали. О случившемся в соцсетях рассказала мама пострадавшего. Происшествие получило широкую огласку, а родители парня подали заявление о нападении в полицию. В итоге руководитель ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян взял это дело на личный контроль. А вот полиции БРО задачился вопросом о том, как понимать татуирование животных. Издевательство это или все-таки благо? Корреспонденты информагентства опросили экспертов. Их мнения о тату для животных резко разошлись. Кто за, кто против набирающего популярность явления и какие доводы приводят специалисты, а также владельцы питомцев, читайте на страницах полиции БРО. Барнаул останется без ордена, а храм в Нагорном парке без Ленина, сообщила Комсомольская правда. Корреспонденты газеты написали, что история с памятником Ленина, который демонтировали в парке, тянется с 2013 года. Со стороны мэрии с тех пор поступала самая различная информация о том, куда же в итоге перенесут скульптуру. Похожая ситуация сложилась и с памятным знаком Барнаул Орденоносный, который в прошлом году сняли с кровли дома на центральном проспекте Барнаула. И вот стало известно, ни памятник, ни памятный знак возвращать на прежние места никто не собирается. Бийские футболисты мечтают выйти на новый уровень. 2018 год особенно важен для местного клуба «Строитель». Знаменитая команда отмечает 65-летие, пишет бийский рабочий. В этом сезоне спортсмены исполнили давнюю мечту – сделали золотой дубль, одновременно стали чемпионами и обладателями Кубка Алтайского края. Следующим этапом, надеется тренер команды, должно быть участие в чемпионате Сибири. Но для такого уровня нужна поддержка городских властей.